Добрый день, новости на телеканале Югра, в студии Илья Райшев. Сразу четверо человек пострадали в результате аварии в Сургутском районе. Произошло это накануне в 11 часов утра на 81-м километре трассы Лентор-Нижний Сартымский. 26-летний мужчина за рулем отечественной легковушки во время обгона превысил скорость, вследствие чего автомобиль занесло и он столкнулся с Вольсвагеном, который двигался по встречной полосе. В результате аварии 25-летний водитель немецкого авто, его 24-летняя пассажирка, а также два пассажира ВАЗа, 42-летняя женщина и 12-летний мальчик получили травмы. Всего за новогодние праздники на дорогах к Югре произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб, 13 пострадали, в том числе двое детей. 130 югорчан попались автоинспекторам с признаками опьянения, 223 выехали на встречку, и еще 338 нарушили правила перевозки детей. Падение с 14 этажа, ножевое ранение и ни одной травмы на горке или катке. Такой статистикой новогодних каникул поделились специалисты сургутской травматологии. За 10 дней в больницу обратились почти полторы тысячи человек. Порядка ста из них были госпитализированы и на данный момент продолжают лечение. Большинство травм бытовые, падения дома и на улице. При этом не зарегистрировано ни одного несчастного случая, связанного с ледяными горками или катками. Однако было несколько и тяжелых случаев. Так, сургутянка выпала с 14 этажа и сейчас находится в реанимации. А семейный скандал в одной семье закончился ножевым ранением. Но, как говорят специалисты, без повреждения внутренних органов. Одно дорожно-транспортное происшествие в городе закончилось госпитализацией несовершеннолетнего. Ребенок 12 лет пострадал в ДТП, находился на заднем сиденье автомобиля и во время аварии вылетел через лобовое стекло. Травма тоже в крайней степени тяжести. Ребенок находится в детской реанимации на сегодняшний день. Множественные травмы скелетные. Первично прооперирован. Все то, что необходимо, было сделано сразу при поступлении. Дальше будем смотреть по состоянию и при необходимости что-то еще дополнительное делать. Танцоры из Макеевки выступили для югорчан на новогодних каникулах. Коллектив городского дворца детского и юношеского творчества представил танцевальную программу на большой сцене Центра искусств для одаренных детей Севера. К слову, макеевчане приехали в Югру по приглашению губернатора округа Натальи Комаровой. В составе группы 27 человек разных возрастов. В основе народная студия современного танца «Родничок» – лауреаты всероссийских конкурсов. Несмотря на морозы, югорчане пришли посмотреть и поддержать коллектив. Однако дети приехали в округ не только танцевать. Они также участвовали в записи новогоднего поздравления главы региона. Веселились на главной югорской елке, ходили на экскурсии, посещали мастер-классы. По словам танцоров, путешествие в Югру было по-настоящему волшебным. Мы познакомились с культурными учреждениями, с спортивными учреждениями. Мы посетили памятные места. Мы успели даже покататься на тюбингах с горки. Это была вообще незабываемая эмоция для детей. У нас снега, к сожалению, нет. И у нас таких развлечений тоже нет. Это была незабываемая поездка, это было незабываемое выступление. Много тоже эмоций, адреналин. Очень много разных форм, в которых выступали. Было очень интересно. Специальный раздел для семей военнослужащих создадут на сайте хантамансийской епархии. Об этом говорили на встрече митрополита Павла с членами семей участников специальной военной операции. Среди приглашенных были родственники погибших воинов. Во время мероприятия также обсудили, какие меры поддержки уже существуют в округе для семей военнослужащих и других нуждающихся югорчан. Например, на базе церкви действует документарный православный центр «Твори добро», который помогает по разным направлениям. Также туда можно обратиться за получением психологической поддержки. В первую очередь помощь получают находящиеся в зоне спецоперации, а также малоимущие люди. В ноябре церковь собрала почти 3 миллиона по хантамансийской епархии и миллион по югорской для отправки средств воздушной разведки батальону «Югра». Сейчас от бойцов ждут ответ, какая помощь им нужнее на данный момент. Сегодня мы проговорили о том, чтобы мы создаем такую, скажем, организацию, которая будет творить добро, помогать в нужде. Мало ли что происходить будет в этих семьях. У нас будет отдельно работать, скажем, сайт, на котором будет специальный раздел, взаимосвязь со всеми, скажем, женами и потерявших своих сыновей и мужей, и те, которые сегодня защищают отечество. Их нужду разделить вместе, скажем, с обществом, со всеми жителями. В завершении встречи митрополит Павел поздравил всех с праздником Рождества Христова и вручил каждой семье по небольшой иконе, а детям сладкие подарки. Далее все участники мероприятия посетили рождественский спектакль «Однажды». В Новый год с волейболом. В Сургуте год семьи, объявленный президентом страны, символично начался с тренировки под руководством представителя спортивной династии Игоря Кобзаря. Российский волейболист начал карьеру в сургутском клубе «Газпром Югра». Тренировали тогда мальчика мама и папа. Они работают тренерами. Сейчас уже именитый спортсмен провел занятия для воспитанников своих родителей. Я выполнял всевозможные такие упражнения. И вот как она типа отрабатывал скип. И не только в спортзале с мячом в юности, признается Игорь Кобзарь, практически не расставался даже дома. Отрабатывал броски и подачи об стену диван и мебель. Без потерь не обходилось. Разбивал хрупкие предметы. Но именно такое стремление к совершенству и принесло результаты. Уверен заслуженный мастер спорта России. Сейчас я пожинаю плоды позитивные. Но тогда я разбивал много люстр, бас, ругался с родителями. Но, говорю, мяч не оставлял меня в покое. Поэтому я советую детям, кто хочет добиться результатов, любить и вот эти свои действия оттачивать даже дома. Связующий питерского «Зенита» участник Олимпийских игр 2016 года Игорь Кобзарь начинал свою профессиональную деятельность в команде «Газпром Югра». Он из династии волейболистов. Его родители работают тренерами в Сургуте. Именно мама стала его первым наставником. А сейчас уговорила сына провести мастер-класс для юных сургутян. Главными организаторами выступили администрация и дума города Сургута. В программе не только теоретические советы, но и полноценная тренировка. Упражнения не только для новичков, но и те, которые именитый спортсмен использует сам. Когда выходить под мяч, как правильно, в какую зону поснуть, в каком направлении. А ты не знала? Ну, я знала примерно, а сейчас еще больше узнала об этом. Некоторые упражнения я ни разу не делал. Вот особенно мне нравится это упражнение с четными и нечетными числами. Очень заставляет работать мозг. Мы никогда такого не делали. Это очень на внимательность. Поэтому много чего отличается. Также прикольные упражнения. Волейбол – один из самых востребованных видов спорта в Сургуте. Секции существуют практически в каждой школе. Кроме того, в городе множество спортивных учреждений, где занимаются как дети, так и взрослые. А еще наш регион прославил клуб «Газпром Югра». Участник высшей лиги. Не останавливают спортсменов и санкции. С прошлого года производители других стран запретили пользоваться своим инвентарем, в том числе мячами. Сейчас сургутяне играют мячами российского производства. Мы самодостаточные абсолютно. У нас теперь выпускаются собственные мячи. Причем это высокотехнологичное производство достаточно. И мы теперь независимы ни от кого и можем дальше развивать данный вид спорта, спокойно, не глядя ни на кого и не оглядываясь по сторонам. Мастер-класс с Игорем Кобзарем посетили около 30 юных спортсменов. После тренировки волейболист ответил на вопросы зрителей и провел автограф-сессию. Леона Киемва и Игорь Батищев, телекомпания «Югра», Сургут. Югорская биатлонистка Елизавета Каплина завоевала бронзовую медаль. В Раубичах завершился очередной этап Кубка Содружества. Биатлонисты разыграли медали в трех дисциплинах – спринте, пассюте и масс-старте. Успеха наша спортсменка добилась в заключительный день соревнований. В женском масс-старте приняли участие 24 биатлонистки. Елизавета Каплина на первом огневом рубеже допустила один промах, но с каждым метром дистанции приближалась к лидерам все ближе и ближе. В итоге с последнего огневого рубежа Каплина ушла третий. В борьбе за бронзу ей противостояла Виктория Сливко. Но югорчанка смогла убежать от соперницы и завоевала свою первую медаль на Кубке Содружества. Пятой финишировала еще одна югорчанка Екатерина Носкова. Но из-за пропущенного штрафного круга девушка понесла штрафные санкции и выбыла из шестерки сильнейших. Выиграла гонку белорусская биатлонистка Анна Сола. А второй финишировала Тамара Дербушева. Сейчас биатлонисты готовятся к чемпионату России, который пройдет в Чайковском. Хоккеисты югры сыграют с казанским «Барсом». Матч состоится сегодня в Фантемансийске. Югра благодаря двум разгромным победам смогла закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице. А в случае сегодняшней победы может подняться и на четвертую. Если подопечные Вадима Япончинцева борются за пятерку сильнейших, то вот «Барс» пока даже не добрался до зоны плей-офф. Казанцы занимают 23-ю строчку. Если верить статистике, то югорчане имеют преимущество. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей, 9 из которых остались за югрой. Сможет ли «Барс» подпортить статистику югорской дружины? Узнаем сегодня. Матч можно будет увидеть в прямом эфире на нашем телеканале. Начало трансляции в 18.55 сразу после вечернего выпуска новостей. У меня на этом все. О развитии событий в следующих выпусках далее на телеканале «Югра. Погода». Редактор субтитров А.Семкин